Вот, 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 потом я умру Всем привет и добро пожаловать на канал На Пару И сегодня у нас ролик 24 часа моей жизни в Европе Наш ролик начинается из города Братислава Это Словакия, кажется Здесь я делаю документы Ну, ролик начнется с моего утра Приятного просмотра Утро на часах 6.33 Я встал и иду на курсы Точнее, сначала я покупаюсь, поем Соберу сумку, оденусь и поеду Вот, а ложусь я в час И считайте сами, сколько я сплю Это мой завтрак на сегодня Потому что я бедный студент И у меня нет денег, чтобы нормально закупиться в магазине И я доедаю остатки В тяге я уже вышел Иду на остановку Называется она Лауренс Гасса Кстати, вот мой лук на сегодня Добираться мне минут 40 Вот, я это все тоже подсниму Свои два часа я отсидел И иду хавать Потом еще два часа И потом в зал Всем привет опять Я с курсов уже вышел Познакомился с девочкой из Бразилии Сидели сегодня вместе весь урок Потом гуляли Поэтому два часа убил на прогулку Вот А сейчас я иду в общагу Я могу вам ее даже показать Помимо общаги Я буду сейчас заниматься еще спортом Я пойду в зал Наверное один, потому что Моего кента сейчас Только начинается курс Они у меня в 8 А у него они аж в 4 дня Типа как-то так А еще я пахавы себе приготовлю Тоже могу заснять Вот моя общага Улица Шпенгергаса Зибуденцвансих У кого вопросы ко мне Какие-то, ну Кто-то хочет у меня спросить Я не знаю Ну приезжайте Я с вами поговорю Тут я не один живу Давайте Также хочу рассказать вам Про систему Вот этих курсов На которых я учусь Сейчас я посещаю Шпрах-центру Абсолютно необоснованно Я хотел пойти на ФВУ Это предметные курсы Но В жизни бывает все Тут даже, например, люди У которых уровень языка Уже как носитель С1 Они тоже на них ходят И это очень странно После того, как я закончу Эти курсы Я перехожу на ФВУ Предметные курсы С биологией С химией И так далее После ФВУ Я буду уже подавать документы В ВУЗ После ВУЗа на работу После работы на пенсию А потом я умру Окей, я забыл вам сказать Вообще Я же еще получил От Универа Вот такую тему И я сейчас буду делать На нее обзор Типа это пакет Который выдают Всем студентам Вены Вот сейчас Будем обозревать Кстати, от Редбула Обзор С простого Первое Вот такой флайер Тут очень много Всяких флайеров Походу в музей И прочее Идем дальше Так Редбул Ну, очевидно Офигенный Смотрим дальше Это типа мини пачка Флопик Питкат Очень много Всяких бумажек Подождите Вот если кто-то переведет Буду благодарен Я не знаю, что это Это карты Идем дальше Ладно Бумажки Флайеры Какие-то штуки Это для унитаза А, еще я Короче Была такая стука Как очиститель воздуха Здесь для туалета Я ее распаковал Потому что для студента Это самое важное Как его не распаковать Вот, смотрите Опа Все Дальше Суденческая жизнь Поэтому Без воздуждений Я не знаю Это или реклама Или реально тебе дают Типа А, здесь пишет В общем Здесь Нужно ходить по музеям На балеты И прочее Дальше Веганские сосиски Я такое не ем Но Пусть будет Какой-то очередной Слайер с этим С Университетом Вены Открывашка для пива Курьер Кайфово И Это без комментариев А еще Сейчас Был еще напиток Но я его выпил В общем Как-то так После сумки Я захотел хавать Сейчас я пойду по хаваю И, наверное Я засниму Как я в зале занимаюсь Хотя это очень кринжовая тема Я жму, наверное Ну, 80 Максимум Ну, я хотя бы вам зал покажу Просто, чтобы вы знали Где я обитаю А вечером я, наверное С пацанами Куда-то выйду на крышу Засниму Вам красивый вид Такой у меня день Сегодня у меня на обед Три яйца Макароны Редбул И Нам сегодня В общаге Раздавали Типа бесплатные Вот такие напитки Я два взял С алкоголем 5% Это нам на вечер Если что Я вам тоже Все это засниму Все будет Я хочу очень жестко Накачаться Поэтому Я ем очень много У меня болит живот У меня проблемы Но Я расту Расту как на дрожжах Знаю, что происходит Но Вот что висело на моей двери Это уже подарки От общаги Поэтому у нас второй Обзор будет за видос Что дают в общаге Что дают в общаге В основном это вкусняшки Типа Раз Чипсы Потом Всякие флайеры Более Я не знаю Что это Наверное Какой дневничок Раз Еще какая-то фигня Подождите Напиток Крем Для рук Опять Шоколадка Пробник Духи Подождите Тут еще что-то есть Я не знаю Че это Какая-то херня бесполезная Но блин Дают и дают 5 Какая-то вкусная фигня Я не знаю И еще батончик И это просто За то Что я Живу здесь Типа Раз Еще мешок С пакетом Потом Два Мешок С пакетом Офигеть Я нарядился Я сейчас пойду В зал Вечерком Только могу Потому что А так видите Я занят Вот Сегодня мы качаем Трицепс И спину Вот Я уже подхожу К залу Здравствуйте Молодой человек Где он Запрещен Вы слышали Что происходит В качалке Поэтому сегодня Я не буду качать Трицепс И спину Так же Чуваки Ладно Без шуток Я покажу вам Наш зал Собственно Вот он Вот Вот Типа Все плачевно Ты не можешь Даже нормально Здесь накачать Себе грудь Потому что Вот такой у нас Гриф А веса Типа максимум Здесь это 20 20 для меня Это много 14 на некоторых Упражнениях Для меня это мало И поэтому Мне придется Оформлять Нормальный зал За 100 евро Ты плачешь за контракт И каждый месяц По 40 Я считаю Что это полная шняга Короче Вот Также в рамках Этого ролика Хочу немного С вами поговорить В принципе Просто пообщаться Поотвечать на вопросы Вот Один из самых популярных вопросов Трудно ли было решиться На переезд в другую страну Там без родителей Без друзей И прочего Честно говоря Решиться Вообще Нет Это фигня Я когда Ну мне предложили Что ты сейчас Переезжаешь В Европу В новый мир Я сразу Все Я себя учить немецкий Только об этом и думал Вообще Вообще Не задумывался Потерять друзей Там Нет девушки Твоего района Дома Пофиг Все кайфово В принципе С такими мыслями Я и ехал Крыть меня начало Наверное Спустя Ну месяца два Да какой два Да даже спустя месяц Вот После этого уже начали Такие грустные мысли В голову Затаскиваться Что я одиноко И все в таком духе Также Вот вопрос был Нашел ли я здесь Себе каких-то друзей Да конечно Я нашел друзей В общаге Также со мной Переехал Мой очень хороший друг Но понимаете Все в принципе С кем я здесь Познакомился Это русскоговорящие Это или украинцы Или это русские Ну конечно Большей части Это украинцы Вот Австрийцев Нет Я еще не интегрировался Так сказать Вот Ну мне еще Необходимо время Так Дальше был вопрос Дорого ли Учиться в Австрии Учиться и жить в Австрии Учиться в Австрии Недорого Особенно Это украинец Это Это недорого Сразу скажу Но вот жить Да Жить Это круто Например Я когда был В Москве Я никогда Не задумывался О том Сколько вообще денег Уходит Например На продукты Потому что За это все Отвечала мама Утром Утром Поехать Приготовить Вечером Днем Всегда Вечером Она придет С продуктами Ты даже Об этом Не думаешь А типа Сейчас я захожу В магазин И я Ну я реально В шоке Ну потому что Надо понимать Что здесь Средняя зарплата Кардинально Отличается от того Какая средняя зарплата В России Соответственно И цены на товары Тоже разные Ну честно Ценами я не очень доволен Но если я пойду на работу То у меня все будет Отлично Ну вообще Меня будет все устраивать Кстати по поводу работы Через неделю Через вот Даже меньше чем неделю Я иду на собеседование Есть такая программа Как кеттеринг Ну наверное Кто знает Поймет И да Я хочу идти на работу Потому что у меня Вообще Еще был вопрос Про обучение Как я здесь учусь У меня курсы Шпракцентром Которые По факту Я посещать не должен Потому что эти курсы Они Как вам сказать Уровня ниже У меня В принципе Мой набор знаний Да я учу язык только год Но я усердно его учу У меня мой объем знаний Моя там грамматика Как я воспринимаю речь на слух Как я пишу Тексты и прочее Это все Ну крепкие Б1.2 плюс Б2 даже Б2.1 плюс Реально все супер Говорить Да Говорить не сложно Но понимаете Нужна практика Много практики Вот сейчас я потихоньку Раздупляюсь Но раньше Не вообще Че мне не говори Я не понимаю Я попал на курсы Ефау В Шпракцентром Это такой уровень По факту Я должен был попасть На ФВУ Это предметные курсы Хочу уже перевестись Каждый день Я встаю В 6.30 В 7.10 Я выхожу из дома В 8 я на курсах С 8 до 12 я на курсах И целый день Я свободен Я не люблю Сидеть И втыкать Типа заниматься Играть Смотреть фильмы Ну я не могу Меня это уже вымораживает Мне надо Чтобы у меня Будет такой график Чтобы я никуда Не двигался Также хочу поговорить Про качалку Потому что На фоне всего стресса Который здесь скопился У меня Я скинул килограммов 5 Типа я стабильно Всегда весил 67-68 И вот недавно Мне знакомый Говорит Ты можешь со мной Один раз ходить В зал Вот я с ним пошел Встал на весы И вижу 63 Я никогда Такого не видел Я охренел Просто 63 Поэтому Активно Начал заниматься Спортом Дурню из головы Выбивать Сейчас я вам даже Кое что покажу Главное чтобы Этот ролик не увидел Мама Я приобрел в себе Гейнер И я приобрел в себе Креатин Я хочу Очень жестко Набрать массу По поводу мамы Мама считает Что Это безумно вредно Я не знаю Креатин и гейнер Это такие вещи Но чтобы они навредили Надо очень постараться Надо вот эту банку За один заход схавать Я хаваю По 3 грамма Типа в день Это вообще не что Люди по 20 едят Вот Наверное Это все вопросы Чуваки Собственно Это наверное Конец этого ролика Уже 9 часов Я сейчас Немного Вдупляю Что-то Какие-то ролики Посмотрю Может почитаю И спать И по новой Собственно Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Оставляйте свой комментарий Конечно Надеюсь вам понравилось Этот ролик И не забывайте Что На пару Веселей Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok